Здравствуйте! Я Юрита, художник из Лондона. Перед собой вы видите эскиз, акварель, музыка джаз моя, которую я буду переносить на холст. Мои рельефные картины по достоинству оценены специалистами. Сзади меня сейчас вы видите рельефную картину «Скорпион», которая отобрана и выставлена во Франции в арт-галерее в постоянной экспозиции с этого года. Картина выполнена моей рельефной смесью. По такой же технике мы будем создавать музыку джаз. Это будет рваный эффект. Волосы у нас будут катышками. Техника не слишком сложная, главное усидчивость. Если вы тут, значит вам это нужно. Наша картина будет представлена как единая композиция музыка джаз. Раствор, с помощью которого я буду переносить работу на холст. За основу я использую готовую модельную пасту итальянского производителя. Добавляю мои ингредиенты, делаю замес. И у меня получается вот такая вот прекрасная смесь, которая отлично, идеально работает в этой технике для рельефных картин. Почему это важно? Потому что я пишу картину на холсте. А холст подвержен влажности, температуре. Он может гнуться, выгибаться. Это не стена, это не твердая поверхность, где вы можете сухой штукатуркой сделать барельеф. И он у вас будет стоять. Здесь очень аккуратно надо соблюдать технологии, знать свойства материала. Холст гнется. Видите? Соответственно, картина... Видите? И картина будет гнуться с ним. Поэтому, если вы хотите сделать картину долговечной, вам надо следовать технологиям, иначе это будет работа на один раз. Нам понадобятся для работы мастихины. Я вам сейчас покажу. Вот это металлический мастихин, он плотный. Я его использую для того, чтобы положить базовый слой. Маленький мастихин, тоненький, я использую для мелких деталей. Нам может понадобиться выпуклый мастихин, но он дорогой. Я предлагаю вам использовать вот обыкновенная пластиковая ложка. Допустим, у нас будет там лоб на фигуре, или что? Берёте ложку, проводите, и вот у вас лёгкий, видите, полукрок. Мягкий пластиковый мастихин. Для разглаживания. У нас в нашей работе будут струны. Ровно сделать их довольно сложно. Можно использовать вот вилку. Простая пластиковая вилка. Вот мы нанесли раствор. Берёте вилку. Проходите. Вот, пожалуйста, у вас 4 струны. Дёшево и сердито. Что хочу сказать, чтобы у вас получилась хорошая работа. Её надо прочувствовать, ей надо жить. Выполняя эту лепку, представляйте себе эмоции музыки. Джаз. Вас разрывает. В вас бурлят эмоции. Зритель должен услышать вашу картину. Вы же её пишете для зрителя. Эта работа займёт у нас примерно одну неделю по времени. Я детально и дотошно отрабатываю каждые детали. И могу совершенно точно сказать, за час, даже за день, рельефную картину вы не выполните. Которая будет у вас на века, на долгие года музейного качества. Это технически невозможно, по всем законам физики. Но, опять-таки, я вам покажу базовую технику, которая вам позволит выполнить картину максимально успешно в домашних условиях. А там, как говорится, хозяин-барин. Перед собой вы видите нашу рельефную картину музыка джаз. В этом занятии я вам покажу, как нанести контуры на холст. Вы у меня, видите, уже контуры нанесены. Потому что это работа, которую я использую в этом курсе. Чтобы не начинать новый холст, покажу вам на примере этой работы. Вам будет понятно, не волнуйтесь. Нам понадобится наш раствор, подготовленный рельефной смеси, мастихин, картончик, на который мы будем смесь выкладывать, баночка с водой и спрей. Спрыскивать наш раствор, чтобы он не затвердел во время работы. Исходим из пропорций. На картине музыкант уходит вдаль, значит, эта часть контрабаса у нас выходит. Здесь у нас колено. То есть у нас, значит, колено должно быть на высоте рук. И если рука со смычком посреди контрабаса, значит, вот эта часть контрабаса у нас должна быть тоже, как минимум, на высоте рук. Это называется наращивать объем. Когда мы уже положили контуры, наращиваем объем. Я кладу контур вот сюда, на низ. Беру смесь. Контур кладем тоненьким слоем, 1-2 миллиметра примерно. Вот такими слоями. И выкладываю. Вверх у нас выше, а под колено у нас уходит меньше. Соблюдаем объем. Немножечко даем подсохнуть влаге, потом растушуем. Беру контрабас вниз. Вот здесь вот кладу объем по кругу, видите? Руку закручиваю, потому что у нас полукруг. Так, теперь вот мы положили контур. Теперь нам надо этот контур плавно разогнать. Аккуратно. Не давим. Придаем форму колену. Когда чуть-чуть подсохнет вверх, тогда мы его дойдем еще. Делаем ровную форму полукруга. Сначала я выравниваю по внешнему контуру. Потом пойду по внутренней. Выкладываем рельефную смесь с учетом направления. Это рукав. У нас рука пойдет вниз. Теперь я выхожу на внешний контур. Мне надо положить ровный круг. Видите? Я делаю вот такие вот мастихин. Я держу не перпендикулярно холсту, а чуть-чуть под наклоном. Градусов 45. Безусловно, как я кручу холст, конечно, крутить нельзя. По всем правилам профессиональных художников. Ну, так вам будет легче. Картина небольшого размера. Поэтому я вам показываю вот такой вот момент. Пока вы... Вам главное сейчас вообще понять, как в руках держать-то этот мастихин. Как себя ведет лепка. Вот видите? У нас уже начинает ложиться ровный круг. Отлично. Если где-то сбились, ничего. Ничего страшного. Все это доделаем. Следующий этап будет наращивание объема, где мы все это выровняем. Ну, безусловно, надо делать, стараться без ошибок. Все. Тряпочка, водичка. Удалили все остатки смеси. Вот инструмент чистый. Готов к следующей работе. Также почистили нашу картоночку, на которой мы работаем. Вот так выглядит наша работа на данном этапе. Будем наращивать объем. Вот этот слой должен подсохнуть. Он не сильно толстый, поэтому на него достаточно будет суток. Слой первый, который мы наносили, подсох уже. И сейчас я буду наращивать объем. Мы отталкиваемся от высоты рук. губ носа, да? То есть, значит, нижняя часть контрабаса у нас должна быть тоже как бы поднятая. Я наращиваю объем тут, выравниваю по отношению к прорезям на корпусе. Вот эта вот часть у меня самая высокая. Поэтому с этой стороны и с этой корпус должен иметь одинаковую высоту. я хочу сразу извиниться, может быть, за не очень хорошую видимость, но с рельефной смесью проще работать, когда наступают сумраки. Потому что тогда все вот эти вот контуры, они очень хорошо видны, просто свет их оттеняет. Я вам помните, говорила, нам понадобится ложка, может быть. Вот я вам сейчас покажу. Трабас круглый. Сейчас мы просто ложкой его выкруглим. Вот берете и ложечкой пошли его закруглять. Видите? Вот так. Все отлично. Потом, когда это все дело засохнет, наждачкой мы все дело доработаем. Так, аккуратненько вывожу на контур. Видите? Потому что мы не забываем. Видите, у меня много открытого холста, потому что я все-таки пишу картину. Это не барельеф, это рельефная картина. Да, мы помним с вами об этом. Так, и сердечко. Положу вверх вот сюда. Так вот. И я еще волосы доработаю. Резкие сделать нос, лоб вот в этой части, и волосы вот тут вот поверху, вот эти вот окантовки, чтобы они плавно уходили вниз. И здесь я буду делать прям вот 90 градусов. Видите? Причем, смотрите, я беру только край кудрей. Мне почему-то кажется, что это самое то. Римский, греческий профиль. Так. Сейчас я вот кладу такие базовые, да? Я буду все это разгонять. Волну я делаю разной высоты. Она у меня будет, чтобы поинтереснее было. Вот. Я в разные стороны сделала. Еще вот здесь вот полукруги сделала. Так. Это придаст объему. Вот здесь нам надо поднять струны, но сначала я выровняю круг, а потом в последнюю очередь я подниму струны. Иначе я сейчас все перемешаю, и у меня все спачкается. Сейчас я это все буду выравнивать и оставлю сохнуть. На данном этапе вроде как все. Очень красивый джаз с хорошими углами. Вот волосы резкие, как я хотела сделать. Сердечко выделили. Буква С. Подняли низ, колено. И вот капну волос, каплю нашу. Видите, тоже я выделила. Теперь это все. Я оставляю сохнуть на сутки, на двое. В следующем уроке буду шлифовать. На этом этапе все. Пока-пока! И не забудем наш божественный кофе, без которого художник не может никак. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok